Но нашим договором, уж если вы начали с нами до конца работать, так работайте до конца. Или заплатите нам убытки, неустойки. Ну, извините тогда, вы тоже не имеете права не давать мне техническую документацию. Давайте мы не будем о правах. Так, ну как здесь быть? Наталья Анатольевна, как здесь быть? Нам. Ну, наверное, она на все время, я думаю, рано идти. Все-таки каждый из вас заинтересован в том, чтобы, ну, во-первых, и офис был отремонтирован, и, существенно говоря, фирма Марата заинтересована в том, чтобы деньги были доплачены. Ну, а вот Ксения, конечно, заинтересована в качественном ремонте. Можно немножко вернуться назад? Правильно ли я поняла, что между вами, между Ксенией и между Маратом был заключен договор? Правильно ли? Договор на монтаж потолка и оборудование. Да. То есть, что предусматривалось именно по этому договору? Предусматривалась установка климатического оборудования и монтаж воздуховодов по потолку. Как раз между натяжным потолком и бетонным основанием. Бетонным потолком и натяжным потолком там был зазор 20 сантиметров. Вот в этом небольшом зазоре 20 сантиметров мы систему воздуховодов провели. Именно в этом заключался предмет работ. Ваш договор предусматривал разработку, ну, естественно, технического проекта и выполнение работ и закупку оборудования. Правильно ли я? И закупка оборудования. Правда, тех проект они так и не заказали. Они сказали, что это все очевидно совершенно. Действуйте на свой страх и риск. Главное, чтобы результат был. Это прописано в договоре? Нет, это они устно нам сказали. А в договоре просто написано договор монтажа, договор купли-продажи и монтажа климатического оборудования. Вот так он называется у нас. Климатическое оборудование мы закупили. Но с монтажем небольшие проблемы возникли. Значит, у нас были председательные сроки, правильно ли я поняла? Да, в принципе, мы должны были закончить в прошлом году. Мы должны закончить? Ну да. Давайте не будем друг друга перебивать. Значит, были четко прописаны сроки и... Декабрь 2013-го. Дополнительные условия прописаны. Ну, например, неустойка была прописана, да. Неустойка полпроцента в день в случае задержки оплаты со стороны Светланы. Ну, у нас Светлана здесь сидит. И в случае невыполнения работ нами тоже полпроцента в день за каждый день просрочки в случае нашей вины. Однако, здесь нашей вины нет никакой. А как предусматривалась оплата? Она была... Она была... В денежной форме. Аван... 50 на 50. Аванс 50% и потом еще раз 50% оплата. Кстати, Светлана, это издательский дом. Она издает многотиражную бесплатную газету, рекламную газету бесплатных объявлений. И потом распространяет по сети доставки, по подъездам, по квартирам, своей курьерской службой. Понятно. И в настоящий момент работы не выполнены на 95%. Сроки уже не выдержаны. Я правильно вняла? Да. Декабрь 2013 года окончательный срок. Но вот уже, к сожалению, апрель. А, не надо.